Удобство нового приложения ТИП для оплаты проезда в автобусах и троллейбусах первыми в республике смогли оценить Брещане. Сервис запущен в тестовом режиме всего неделю назад, и за это время им уже воспользовались свыше 300 человек. О плюсах новинки как для пассажиров, так и для самого предприятия Брестский общественный транспорт говорили на пресс-конференции с участием представителя разработчиков, организации ЕРИП и компании IBA Group. Мы как переводчики заинтересованы в том, чтобы наш пассажир имел возможность максимально просто купить проездной билет. Вот, соответственно, почему мы развиваем данную систему? Потому что при оплате электронной оплате билета нам деньги поступают сразу. Основное преимущество – это решение задач, поставленных городом. Это единый QR-код, потому что не надо заклеивать транспорт, ну, как новогодняя елка. Единый QR-код и максимально возможный выбор разных систем для оплаты. Один код – множество систем оплаты. Достаточно скачать приложение T-Pay из Play Market, ввести номер телефона и электронную почту, и можно пользоваться. Приложение само направит платёж в мобильный банкинг на вашем смартфоне. Безопасность платежа гарантируется системой ЕРИП, а оплата проходит через приложение практически любого банка. Но это не единственная возможность, которую предусмотрели разработчики. Проезд впервые можно оплатить через Telegram-бот. Чтобы попасть в Telegram-бот, можно просто сканировать любым сканером, либо этот код, либо этот, либо вот сама ссылка на Telegram-бот. То есть всё на наклейке, вся информация для перехода имеется. Поэтому вот в Telegram-бот я просто ввожу код машины, вот мне отвечает, что за троллейбус, куда он едет, спрашивает, количество билетов, может, мы хотим изменить, либо продолжить. Мы говорим продолжить. С оплатой в наше время разберётся даже ребёнок. Новинку в перспективе планируется внедрить на пригородные и междугородние рейсы. Спасибо городу, что предоставляют нам различные виды оплаты и что заботятся о пассажирах, о их здоровье и удобстве проезда. Как удобно кому, пускай так и пользуются, и так и так хорошо. Главное, чтобы зайцем не ездили. Но введение новой системы оплаты – не последняя хорошая новость для брещан. Новая впервые в республике инициированная предприятием возможность – это билет на час, который на сегодняшний день рассматривается вместе с областполком для его внедрения. Данный вопрос уже согласован с Министерством антимонопольного регулирования. Министерством поддержана наша идея. Вчера письмо направлено в областполком. И мы надеемся, что реализация возможности пассажирам в течение часа ездить на одном билете на разных видах транспорта, на автобусах и троллейбусах, снимет все-таки тот негатив, который, к сожалению, нам приходится делать в рамках изменения маршрутной сети. Когда люди привыкают без пересадки добираться, здесь мы предлагаем альтернативу. За те же деньги добраться из точки А в точку Б, но с пересадкой с одной или с другой. Я надеюсь, жители города Бреста меня поймут. И эта новая идея и новая возможность, она будет активно использоваться и будет востребована. Предполагается, что стоимость такого билета на час составит порядка одного рубля, что менее стоимости проезда на маршрутном такси.